Каким образом приобщать детей к православию, не навязывая, чтобы не возникал протест? Очень хороший вопрос, спасибо за него. Действительно, под занавес такой вопрос заслуживает. Скажу вам так, вот сейчас бы надо бы, даже не экземпционная комиссия, я бы один справился. И все до одного здесь сидящих, родители, подходили бы ко мне, и я бы задавал вопрос. Верующие? Отвечаю, верующие. Хорошо, почему вы верите? Какие у вас основания? Откуда вы взяли, что есть Бог? С чего вы взяли? Какие у вас доказательства? А с чего вы взяли, что Христос какой-то спаситель? Объясните мне, пожалуйста. Объясните. А почему вы верите, что душа бессмертна? Объясните. Ах, не можете, ах, как жалко. А вы хотите, чтобы ваши дети верили в это? Ошибаетесь. Сейчас вы пока им 5, 10, 12 лет водите за ручку, а потом они отвернутся от вас. Почему? Потому что детям объяснить надо. Убедить их надо в вере. А в вере убеждает чем? Ни гнутом, ни палкой, ни силой таская в храм, а доказательствами. И до тех пор, пока вы, родители, сами не знаете, почему вы верите в Бога, и не знаете, как это передать, передать своим детям, на что же, интересно, вы надеетесь? На что вы надеетесь? Почему он должен верить? И почему он будет верить? Да не будет он верить. Итак, первое, что требуется, родители должны потрудиться и ответить себе на вопрос «Себе как?» Постараться, узнать, прочитать, спросить, докопаться. Да, какие есть основания верить в Бога? Какие есть основания признать православие действительно истинной религией? Какие основания? Откуда вы взяли, что христианцы – истинная религия? Скажите мне, пожалуйста, откуда вы взяли? С чего это всё? У меня на экзамен начинает отвечать «Вот Господь!» Я говорю «Что? Какой Господь? Ты откуда взял? Какие эти основания, доказательства, что ты есть Бог?» Все хихикают, смеются, а он бедный стоит, бреднеет и зеленеет. Откуда ты взял, что православие истинная вера? Если мы, родители, не будем иметь обоснованного ответа своим детям на эти вопросы, что же мы тогда ждём? Я не понимаю, откуда. Чудо смеха, что ли? Это первое и главное, если мы хотим, чтобы дети наши были верующими. Но этого мало. Этого мало. Это нужно, да, но мало. Второе, что необходимо, если сумеем это первое подать нашим детям, нужно научить их тому, чего, к сожалению, не умеем делать. Надо запомнить, что молитва – это великое благо. И если бы мы смогли научить сначала себя, а потом детей правильно молиться, как вот мы немножечко, чуть-чуть говорили, чуть-чуть научиться, тогда бы действительно наши дети вырастали бы и убеждёнными христианами, и настоящими православными, истинными людьми, настоящими они как-нибудь. Ибо они не только доказательно верили в Бога, но они и опытно сердцем своим ощутили его, что Бог – это есть действительно любовь. Как и сказано, вкусите и видите, как благ Господь. Это же Бог – это радость. Но эту радость, чтобы пережить, для этого надо научить молиться. Итак, две вещи. Нужно знать родителям. Первое – знать, почему мы верим в Бога и во Христа. Второе – научиться молиться. Вот тогда мы сможем детям действительно дать то, что нужно, и дети наши действительно будут истинными христианами. И, кстати, скажу, никогда не станут тогда ни наркоманами, ни пьяницами, независимыми от компьютерных игр, никогда не станут, если мы их воспитаем вот таким образом. Мы, к сожалению, не воспитываем, мы выращиваем детей, а не воспитываем. А потом разводим руками, и девочки – ах, что делать? Такой хороший мальчик, такая девочка ходила, причащалась каждое воскресенье, всё, 13-15 лет, где? На дискотеке. Ну, ещё бы! Ещё бы! Святое место не бывает пусто. И когда нам не занято Богом и молитвой, то, естественно, займётся другими вещами. Вот так. Вот что нужно сделать нам, родителям. Вот так.